Крестный ход в центре Владимира Останки князя покоились в монастыре на протяжении 400 лет, а потом их перенесли в Санкт-Петербург. Таково было решение Петра I во северную столицу. Мощи Александра Невского были перевезены в 1723 году. Они там хранятся и по сей день, а владимирские православные верят. Великий князь продолжает оберегать древнюю столицу. Мы верим, что Александр Невский остается и здесь, и также хранит град сей Владимир и всю нашу страну от всех врагов, видимых и невидимых. Это повод порадоваться, хотя я понимаю, что многих смущает, что мощи забрали из Владимира, отнесли в новую столицу, и чему здесь радоваться, в Санкт-Петербург. Но, тем не менее, это новый духовный центр в Санкт-Петербург. Это новая лавра Александра Невская, куда отнесли мощи. Поэтому я считаю, что это праздник. В завершение крестного хода верующие прочли молитву у стен церкви Александра Невского. Каждый мог обратиться к образу великого князя. Для верующих Невский – это прежде всего пример мужества, силы духа, мудрости. И в основном православные просят покровителя воинов об одном – уберечь от бед и сохранить мирное небо над головой. Враги всегда существуют. Победить врагов невозможно. Они всегда будут и есть. А это вот возможность. Как же можно победить? Вот этой молитвой, верой. Как он верил, как он защищал свою веру. Каким он был, в общем-то, удивительным человеком, как любил он своих воинов, ну, конечно, свою землю русскую. К слову, крестный ход по случаю принесения мощи Александра Невского в Санкт-Петербург прошел сегодня и в северной столице. В Александра Невскую Лавру приехали десятки тысяч людей со всей страны, чтобы прикоснуться к святыне и почтить память покровителя воинов.